здравствуйте друзья доброе утро похоже я свою основную камеру то sony fdr на работе оставил такое меня ощущение там зритель написал уберите вот это вот защиту от шумов низкочастотных 10 это там было выставлено а то говорит голос меняется по тембру я подумал ну действительно раз машина более тихо это надо значит убрать и наверное так на столе и оставил поэтому сейчас у меня в руках ну не в руках тут на подставочке у меня камера gopro 3 на улице с ней конечно очень тяжело снимать потому что действительно вот нет защиты от вибрации нет стабилизации поэтому действительно все такое дергана то есть я как бы уже избаловавшись камеры и sony я конечно не могу смотреть на то что снимает вот вот та старая gopro без стабилизационная gopro что она снимает на улице при ходьбе особенно и так далее но я надеюсь что в машине нормально будет значит у нас а у меня обычно все эти камеры настроены на 1080 60 кадров в минуту а некоторые говорят а чего у тебя там на sony нет 60 кадров но нет там когда 44 кей снимаешь что форки то соответственно можно только 30 а если перейти на 1080 тогда уже можно 60 но я стараюсь снимать 44 форки вот это вот когда можно вот осваиваюсь обживаюсь читаю комментарии спасибо всем кто пишет надо сказать что мысль о том что там машина такого но не красного ну так условно красного цвета что это женский цвет это мысль ну если будете в америке лучше не высказывайтесь на эту тему над вами будут смеяться вот так как то если вы уже там у себя то тогда но просто имейте в виду просто насколько вы глубоко не в теме это первое второе вы видели что света не хотела красный цвет хоть и девочка а я как раз вот проехал красный поликсваген там мужик сидит нормально здесь почему я не хотел раньше то есть меня хотел но как-то не приобретал все ничего красного цвета потому что тут есть такая мулька что полиция более болезненно реагирует на красные автомобили потому что лихачи покупают красные вот лихачи любят на красных я вообще не лихач ни в никаком виде поэтому но иногда так красиво знаете будет очень красивый цвет но второе второй аспект жарко и ну смысле тропики все-таки здесь у нас и поэтому очень популярны машины белые серые стальные такие отражающие скажем черные то есть черные я ничего не хочу сказать но но вы чувствуете разницу вот этого солнечный что еще на цвет влияет вот пыль которая седает такой грязи как допустим мы когда-то ездили по москве здесь нет но но смысле как с колес с чужих там и так далее здесь довольно чисто но тем не менее что же что-то же на машине оседает поэтому я еще скажу что когда-то бесконтактная мойка идет она не не вымывает так как когда мойка контактная тоже там остается какой-то налетик такой в общем поэтому вопрос том что хорошо ли видно грязь на машине так скажем вот на черный видно хорошо на светленько видно меньше поэтому допустим свет у меня предпочитает серебристые например хотя она намного аккуратнее конечно и водит и машинку содержит там и да чё сказать ну в общем то есть разные соображения для выбора цвета нож во всяком случае красный не красный это совершенно не вопрос мальчиковости или как там геи на таких ездят там я не знаю может у вас какие-то другие геи наверное я не знаю в этом затравили вот наши вполне такие знаете ничем от остальных особо не отличаются я не знаю вот что еще сказать я думаю что то как мы выбирали машинку большие маленькие там и так далее тут тоже много есть комментарий вроде начали с одного а пришли к другому но это же процесс такой знаете исследовательский смотришь так смотришь всяк вот и как посмотрели попробовали сравнили когда мы сравнивали то мы сравнили в одном классе то есть мы не говорили смотри вон та маленькая там bmw она дешевле чем вот эта большая там скажем там вольво или там мерседес мы же так не сравнили то есть мы говорим вот этот класс вот это это мой размер вот это то что мне надо вот это она вот и вот вот это вот в разных там допустим в равных марках да вот во чтобы это вышло какой там набор фишечек и так далее так далее поэтому нам то что машина красная мне хотелось красную но когда мы были в дилер шипе то елена нам сказала ребята это очень маловероятно что удастся найти где-то красную потому что потому что их делают мало они обычно стоят на дисплее в дилер шипах и так их в общем ну трудно найти такую вот и давайте ари давайте еще два цвета выберем но это там были была серенькая была стальная и я собственно уже исходил из того что будет серенькая и стальна или стальна но вдруг с утра получаю сообщение что там текст месяц что вот нашли таки красную вам вот сейчас приедет из лос-анджелса да значит я еще не освоился с машиной совсем ну только так ехать могу конечно и то что я сказал что там было сколько-то там миль на ней я вам неправильно сказал дело в том что слово которое здесь написано это рейндж как бы ну вот диапазон что ли я как рейндж и вот что я понял что по мере того как я еду в сторону работы этот рейндж меняется где-то там с 370 там до 390 потом я возвращаюсь обратно на юг как бы до в сторону лос-анджелеса вот и она снова становится там 370 то есть это явно не рейндж а это явно какое-то расстояние от какой-то точки которая находится где-то в лос-анджелс вы вы можете мне сказать миша а все-таки сколько же на ней миль а я вам отвечу я не знаю как туда попасть так эко дисплей from start одна миля 10 миль тут что-то меняется from reset а друзья 61 миля 61 миль за все про все наезжено на этой машине вот с тем что я вчера приехал на работу вернулся но это считаете 15 миль и сегодня вот на ней сейчас 60 миль а было что-нибудь там ну не знаю 42 вот там была дискуссия откуда на машине там 300 там сколько-то мили что мол типа она своим ходом пришла из лос-анджелеса и это не так своим ходом ничего такого не ходит а происходит это таким образом значит дилершип продает машину и вот нет нету на площадке такой машины но у них есть поиск по всей стране они видят где эти машины стоят и таким образом происходит если машина пришла к нам из лос-анджелеса это значит что они одну машину там взяли а другую такого же примерно классов отдали туда-обратно поэтому вот эти машины которые ездят туда-сюда перевозя автомобили они ходят с невероятной чистотой они ходят регулярно они охватывают большие территории там собирают это не то что там они знаете там месяц пройдет пока они соберут несколько машин они каждый день да по несколько ходят поэтому это очень такой интенсивный бизнес есть компании перевозчики поэтому никто своим ходом гнать машину вот так не будет могут пригнать машину своим ходом если она допустим в часе езды это возможно чтобы трак большой не гонять там это все по разгрузкой погрузкой заниматься да если бы машина была в сан франциско они были может быть живой человек бы ее пригнал машины которые зло саживался и живой человек и гнать не будет это как бы совершенно не 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 принято значит я видите интуитивно я сообразил какая кнопочка за это отвечает но хорошо вот 61 миль забыл из там 42 43 я все понял что там еще то есть так а вот мы прямо пришли в нужное окошко вот 61 и 4 десятых мили прям показывает с десятыми как я еду я понял ну хорошо просто выставлено был какой-то рейндж чего рейндж я не знаю почему он меня от лос-анджелеса измерял своим рейнджем что там еще есть а вот следующий уже рейндж я понял то есть надо на одну вверх и будет сколько миль все я я все так так что я я извиняюсь но я чек темный сажусь машина незнакомая вот так что чай кофе потанцуем вот мы тут танцуем у меня был же когда-то 10 лет mercedes и там ну я могу сказать что кое-что похоже из из тех органов управления которые там были но все-таки 18 лет разницы на с момента как я купил тот и как купил и кроме автомобиля так получилось что вот через мой день рождения прошел какой-то такой рубеж вчера мне дали ключи вот помещение который мы дополнительно взяли к нашему офису в соседнем соседнем доме и поехали дали нам ключи мы туда даже отнесли пару столиков которые я специально так прикупил чтобы посмотреть как они там будут вмещаться наверное мы больше докупим вот сегодня начинают два новых сотрудника у нас работать и мы в общем-то укомплектованы вот так как я хотел чтобы мы были укомплектованы два новых сотрудника один преподаватель он наверное моих лет дядька учился у нас году в девяносто шестом девяносто седьмом вместе с женой они тогда у нас учились то есть он уже лет 20 лишнего работает в индустрии он же у нас немножко преподавал в конце девяностых он тогда работал в оракли и что-то там с базами данных по моему об этом речь шла но я уже не помню мы его спросим я вас с ним познакомлю зовут алекс алекс был когда-то хорошим музыкантом белончелистом много-много лет назад в москве он из москвы короче вот у нас есть алекс и еще у нас есть девушка которая ее зовут ассель которая будет ну такой я не знаю как как тогда можно назвать нянькой ну ассистент педагога она у нас недавно отучилась практику прошла сейчас проходит через наши продвинутые классы значит она будет участвовать в качестве ассистента педагога недолго мы там договорились что месяца три она у нас поработает а дальше мы ее уже отправим куда-нибудь на более серьезные какие-то задания вот но она как бы будет вот круглосуточно присутствовать там где есть студенты и помогать им вот как бы нажимать кнопочки так скажем то есть когда люди во что-то упираются или не знаю с чего начать или как продолжить так далее так далее то есть такой репетитор как вот то есть репетиторы высокого уровня там это наш преподавателем а есть репетиторы которые вот по нажатию кнопочек нам нам этого не хватало как и я думаю что они все подключиться еще к нашему онлайновому классу потому что особенно не хватает репетитора в онлайновом классе там довольно много народу и в общем-то они как бы Я не хочу сказать брошенные Но в общем-то индивидуального внимания Там по определению нет Поэтому мы попытаемся Привнести Столько сколько можно Индивидуального В онлайновый класс Ну вот помещение мы взяли Там все почищено Побрызгано Вот сейчас начнем стенки Там оформлять У меня есть американский флаг повесим Калифорнийский флаг повесим Какие-нибудь картинки, плакатики Ну поглядим Так у нас впереди много замечательных таких занятий Вот мне телефон звонит Но я не хочу сейчас брать Знаете как я за рулем Пусть пока звонит Вот Еще не подключился я к машине Так Телефон Так что Много всяких дел интересных А с утра у меня вообще урок Вот я сейчас приеду И как бы новые сотрудники выйдут Но Я не смогу ими заниматься Прямо так вот С первой секунды Потому что у меня урок Заканчивается группа И я им рассказываю Про поиск работы И Значит Концептуально Вот эти наши Интерншипы Домашние Это Инхаус То что мы Видите Зазвучала там машина рядом Шла слева Звук такой делает Наши Интерншипы Распадаются Как бы на две Составляющие Есть Интерншипы И они будут Проходить Вот в этом новом помещении Где ребята будут сидеть Там три комнаты Одна побольше Вот там где побольше Там будут проекты Происходить И мы как бы хотели Чтобы это было В отдельном здании Чтобы не было такое Сидят в школе Там чего-то делают Они не в школе сидят Они сидят в отдельном здании Отдельное помещение Отдельная табличка на двери И в общем Они там будут делать проекты Проектов нам накидали Мы очень довольны Вот обошлось без того Чтобы стартапов там Прямо размещать И Это люди Которые будут Готовиться На выход В смысле На работу На рынок Наверное там будет Большое количество людей Которые приехали Из других городов И штатов Которым По-быстрому Тут все это Закрутить Завертеть И отправиться В путь Вот А вторая Версия Внутренних Вот этих вот Интерншипов Это так называемая Продленка Продленка Будет происходить В основном В нашем помещении У нас там Две большие Классные комнаты И В одной из них Будет проходить Продленка На протленке Не будет много народу Ну я не знаю Там 10-12 Вот так Не больше Это люди Но не практика Но не практика В боевых условиях Компании Куда тебя просто Не возьмут Скорее всего Поскольку ты не готов Вот А это Практика Внутренняя И Тебя готовят По этим проектам И на этих проектах Ты начинаешь Лучше понимать Теорию И на этих проектах Ты Готовишься Как отвечать на вопросы Когда тебе задают Как интервью Проходить Это все происходит Прямо там То есть такая Доводка на проектах То есть мы Это называем Продленкой Так Чисто технический Такой Термин Но это действительно Это не продленка И это не дополнительные Занятия Как допустим В школах бывает А где они то же самое Изучают Повторяют Там и так далее Нет Это проект Это проекты И делаются эти проекты С целью Отправиться На интерншип То есть пребывание На этом проекте Не Не подразумевает Что вот в общем Походил И давай теперь на рынок Иди Не положено тебе Интерншип Нет Имеется ввиду Что вот с этой самой Продленки Людей Можно потом будет Раздавать По Компаниям Потому что у нас На самом деле Удивительная ситуация Когда Нет Нет людей Из компании Приходят Послать некого Вот у нас сейчас Мы с Софией Вчера сидели И она говорит Пять человек осталось Они там по два По три раза В неделю Уходят на интервью Осталось пять человек Остальные Они как-то Резюме Еще есть Но они не прошли Через там Внутренний клиренс И в каких-то Они там стадиях И вот сегодня Там пару компаний Придут Так людей Им туда Отправляют Из тех Кто еще Не прошел Никакие наши Формальные Вот эти процедуры Но Обычно Это так знаете Там педагогов Спрашивают Есть кто-то Вот кто Ну как-то себя Проявил Как способный Проходить интервью Отвечает на вопросы И так далее Обычно Преподаватели Хорошо знают Кто посильнее Они говорят Ты знаешь Вот этот Вот этот И мы быстро На ходу Делаем Делаем Вот это Интерновское Резюме И вперед Поэтому Мы сейчас В такой стадии Находимся И Задача Вот этой Продленки Это Перебросить Из Состояния Не готов В состояние Пошел Знаете как Был такой Анекдот Как Самолет летит Там Ну Не знаю С парашютистами И так Готов Пошел Инструктор Готов Пошел Готов Пошел Пошел Готов Вот Так у нас Вот тоже Мы Готов Пошел Будем Будем Доводить Вот Наверное Все наши Такие новости У меня Целая куча Новых забот Теперь Понимаете Когда появляется Офис Надо какую-то Мебелишку Надо Чтобы Алекс Наш Там Потратил Там Несколько Дней На то Чтобы Подхватить Там Проекты Которые Сейчас Пойдут Там Не только Алекс У нас Еще Есть Лариса И Лариса Уже Первую Продленку Свою Провела Причем Так Не слабо Там Было Семь Человек У нее И Там За месяц Они По-моему Пять Уже Где-то Перестроены Поэтому Один Тут Поехал Не знаю Чем Там Поехал Во Флориду Так И Там И Офер Получил Пока Вот Поехал В общем Так Бывает Всяко Бывает В общем У нас Уже Есть Опыт В Продленках В Проектах Люди Из Индустрии Они Давно Там Работают И Лариса Лариса Что-нибудь Так Лет Одиннадцать Вот И Алекс Алекс Лет Двадцать Так Что Они Очень Опытные И Это Люди Которые Могут Других Вводить В Процесс Да То есть Это Народ Такой Проверенный Я Я Очень Доволен Вы не Представляете Как я Доволен Тем Личным Составом Который У нас Сейчас Есть Никогда Вообще Вот В истории Нашей школы Не было Такого Чтобы Я Вот Так Балдел От Команды Которая У нас Есть То есть Всегда Либо Чего-то Не Хватало Кого-то Не Хватало Либо Трения Какие-то Были Не было Явных Трений Но Ничего-то Не хватало Надо бы Но вот Нет Знаете Так вот Человек Относится Неправильно Или Гоняться За ним Надо А у нас Такая Как бы Менеджмент Схема Что Каждый человек Сам Делает То что Надо делать И Никто Им особо Не руководит То есть У нас Такой Очень Сознательный Народ Вот Потому что Я не Занимаюсь Микроменеджментом Я не в состоянии И Как бы Это Противоречит Моему Пониманию Жизни Вот Там Наши Девушки Кофеек Пьют Смотрят На меня Как я На Красной Тачке Подъезжаю Как тут На женской Они говорят Вообще Ну Просто Уже Ничего Святого У людей Нет Женская Гая Тачка Гейская А мне Нравится Ну Что Нажимаем Кнопочку Тут Еще Знаете Какая Прикольная Фишка Есть Я Вчера В темноте Уезжал Так Открываю Дверку Мерседеса А там Знаете Так Вдруг Все Светится Начинает Там Где Ручки Там Все Так Открываю Дверку Мерседеса И На Асфальт Вот Такого Размера Значит Светом Проецируется Вот этот Мерседесовский Мерседесовская Лого Там Что-то Написано И Все Это Прямо Туда На Асфальт И Я Просто Офигел Ну То То Абсолютное Какое Излишество Не Сами Понимаете Не Нужное Никому Но Во всяком Случае Так Что-то Я не Там Выключил Машинку Секунду Сейчас Не то Что-то Я Сделал Привыкаем Так Раз А Надо Кнопочку Нажать Кнопочку Она Будет На Паркинг Все А Теперь Выключаем Сори Сори На Паркинг Кнопочкой И В общем Ну Так Проецируется Мама Родная Я Ну Наверное Это Прикольно Деньги За это Берут Подумал Я В общем Так Ну Уже Уплачено Поэтому Как Чего Есть И Тому И Числира